Продолжение следует... Они всегда принимают поклоны, почтение. И они всегда думают, о, я такой значительный, что меня так все уважают. И как они справляются с этим? Как они к этому относятся? Но прежде всего, это неправда, что куда бы вы ни пришли, никуда бы ни пришел Санясь, его везде уважают. Поехали со мной в Китай. Или в Гонконг даже. Или в Россию. В любом месте за пределами Индии вы сами увидите, какая ситуация. То, что вы сказали, может быть, это правда в некоторых местах, но не везде. Даже в Индии. Нельзя сказать, что везде люди уважают Санясь. Это вот в Хайдарабаде, среди хинду, Санясь пользуется уважением. Но если вы поедете куда-то в место, где живут христиане или мусульмане, то вас никто там не будет уважать. Это только в общении с Хинду, Санясь получает уважение. Мы должны понять, что когда Санясь получает уважение, то это уважение не к нему как личности, а к тому, что он представляет. И вот однажды один молодой человек, он принял Санясь от Шилы Прабхупады. Прабхупада дал ему Данда Санясь и все такое прочее. И немного позже этот человек пришел к Прабхупаде и говорит, «Прабхупада, мне это не нравится, все передо мной падают, все мне выказывают такое почтение». И Прабхупада сказал, «Они кланяются не тебе, а тому, что ты представляешь». Вот это важно. Вы должны понять, что когда люди оказывают уважение Санясь, это не им как личности, а тому, что они представляют. Потому что они представляют отрешенность, отречение. Их жизнь цена тем, что они живут в отречении. И люди уважают вот эту их отреченность. Поэтому не завидуйте. В будущем вы тоже станете Санясьем. Так что посмотрим. И вас тоже отправят в Китай, в Россию. И потом скажите, как вам это понравилось. Да? Да?